Продолжение следует... 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 И с итальянским орегано, то есть внося в это еще такие итальянские ингредиенты Они выставляли эту пасту на подоконник, а так как все это располагалось обычно на первых этажах То это привлекал этот запах американских солдат, которые попадались на удочки, можно сказать, путаном Ну и они, конечно, называли эту пасту путанеско Вот это версия, к которой я верю больше Нет, конечно, я вам доказываю то, что будет У них сердце, у вас есть страх, мужчине там, вы сидите, это же все-таки через желудок Они профессионалы не знают Да, сначала нужно желудок удовлетворить, потом все остальное А потом, может быть, и остальное не понадобится, когда мужчина удовлетворит жизнь Ну ладно, все, мы не будем об этом, а мы будем готовить Ну, значит, сначала, конечно, нам понадобится паста Значит, что нам для этого нужно? Паста готовится проще всего То есть, что для пасты нужно? Для пасты нужны яйца, для пасты нужна мука И для пасты нужна соль Вот это все ингредиенты, из которых готовится паста И вообще, что такое паста? Пасты называют все, если мы можем сказать, макаронные изделия по-русски То есть, любые виды пасты называются пастой Потому что изначально вот этот вот комок теста и был пастой То есть, недаром зубная паста названа пастой и тоже благодаря этому Потому что все вот такие вот сборные ингредиенты, которые имеют пустую консистенцию Где-то в 17 веке, еще в начале 17 века назывались пасты Вот от этого и пошло Потом уже появились все разновидности Пенны, лингвини, папарделла и все что угодно То есть, из этого можно сделать любую пасту Это основные ингредиенты Можно для большей текучести добавить оливковое масло Но это все по желанию Самое главное, хорошо вымесить тесто Тесто любит руки Хорошо вымесить до такого состояния Чтобы когда вы разрезали тесто Это была единая масса Которая, как в масле Не было никакого воздуха, ни единой прожилки Вот это хорошая его консистенция Все, потом вам остается Только я, мы не будем это делать Мы не будем пачкать оленные ручки Я вам покажу мою любимую машинку Этой машинкой пользуются все Элочка ее прекрасно знает Эта машинка есть во всех специализированных В магазинах даже есть вот такое вот меню Где рассказано, как ей пользоваться Здесь даже рецепты пасты Великолепная машина Мы сделали тесто Мы немножко его чуть-чуть, буквально, раскатали И пошли его кути через эту машинку Все, считайте, что мы эту пасту уже сделали Вот так вот, волшебным образом Паста у нас готова Вот такая вот свежая паста Вот она, яичная паста Мы ее видим Вот она, свежая яичная паста То есть, она не высушенная Все, мы ее пока оставим Пока у нас кипит вода Мы добавили немножко оливкового масла Оливковое масло добавили в воду И немножко воду, буквально, чуть-чуть подсолили Совершенно немного, потому что Те ингредиенты, которые мы будем сейчас использовать Они уже достаточно соленые Да, яичка? То есть, мы с тобой говорили, что не нужна соль Потому что у нас сейчас мы расскажем, что у нас будет И вы поймете, почему соль практически надо Буквально чуть-чуть Почему добавляют соль в воду, в которой должна вариться паста? Во-первых, вода увеличивает температуру кипения Зеленая вода кипит гораздо быстрее, чем пресная вода А почему наливается масло? Для того, чтобы масло делает тонкую пленку И таким образом, как крышкой, закрывает воду Вода быстрее, чем кипит Если вы посмотрите сюда, вы увидите Как тоненькая пленка масла покрыла всю воду Таким образом, сейчас температура повышается гораздо быстрее Вот для этого добавляется масло Совсем для того, чтобы паста не сплеилась Это практически ничего не так Вот сейчас мы будем рассказывать о тех ингредиентах, которые нам понадобятся И мы, конечно же, в конце обязательно вам расскажем Как говорят у нас в Одессе, за сыры Это слова такие непонятные Вот за сыры, я имею ввиду про сыр Мы расскажем За сыры В общем, за сыры мы будем говорить Так вот, я вам покажу, что какая-то удобная, интересная терочка И расскажу вам какие-то потрясающие сыры Кстати, вот мы только перед началом передачи обсуждали Запах иногда, и самый приятный запах сыра Не говорит о том, что такой же он будет на вкус На вкус он может вас просто поразить Своей изящной тонкостью вкуса А запах может быть совершенно ужасным То есть, есть сыры коровьи, есть козьи То есть, кто что любит Я люблю идти и другие Я вам потом расскажу, как они называются и почему Буквально пару слов Не хватит, изю не надо нюхать, изю не надо уснуть Да, да Библия, да Вот, пожалуйста, я тебе скажу, теперь приятно Ты, наверное, бывшая Сицилийка или бывшая Итальянка Там тоже жили наши люди Я была в Лиме, я была на Сицилии И в обоих местах я почувствовала себя дома Я думала, что я родилась в Сицилии С твоим темпераментом Нам понадобится чеснок Мы немножко обжарим чеснок Весь чеснок? Ну, не весь, это сильно много Мы обжарим одну третью часть Конечно же, я сразу дам Элечке нарезать чеснок Мы любим чесночок, несмотря... Я не переживаю Нет, я наоборот, я радуюсь Я очень люблю чеснок Я считаю, это полезно И при этом это никогда не мешало, как вы видите, итальянским путанам заниматься своей работой Несмотря на то, что чеснок используется в Италии со всеми Значит, естественно, анчоусы Анчоусы непростые, конечно, покупайте хорошего качества Это сицилийские анчоусы Вы знаете, даже само название уже магическое Потому что есть анчоусы просто слабого посола Это хорош, хорошо соленые анчоусы Значит, нам понадобится анчоусы Сейчас мы начинаем разогревать нашу волшебную сковороду Вот так Я ее вот так сейчас разогрею Посмотрите, как она маслом Страшная адская машина Я включил, не боюсь Вот, чуть-чуть Значит, здесь нужно все делать Вот я налил буквально где-то примерно 2 столовые ложки Все Элечка, дай мне что-нибудь обниматься Значит, я знаю Смотрите, я вам советую Я вам советую вот так Если мы готовим итальянскую кухню Не бойтесь сделать чеснок крупным Вот такими вот Не бойтесь этого Вы поймете, как это вкусно То есть, мы не будем делать так, как резали чеснок Наши бабушки в Одессе Только я хотел сказать Как резали наши бабушки в Одессе Меленько, чтобы внучок И дай бог не почувствовал, что мы туда ему положили Нет, мы будем резать крупно И будем говорить об этом То есть, мы режем чеснок Все, мы сейчас взяли чесночок Вот мы его вот так Вот, я прямо его сюда И мы его начинаем обжарить Я уже тебе даю солнышку ложечку Вот она, красавица Вот ложечка Значит, чеснок нам отдался, как вот то, для кого мы это делаем Значит, смотрите Здесь есть масло Это масло нам нужно Это масло мы выливаем вот сюда Это вкуснейшее масло с анчоусы Которое мы будем пользоваться Теперь мы берем анчоусы Помните, анчоусы очень соленые Вот на такое количество пасты Которое я вам показываю То есть, допустим, вот одна из них Одна из этих частей Вот на такое количество пасты Мы разделим вот пополам Понаблюсь примерно Примерно 3-4 вот таких вот кусочка анчоусы Все А это мы возвращаем на родину Теперь мы берем, режем вот такими вот кусками Все И мы берем это и тоже это кладем Начинаем это обжаривать Да, тоже крупненько Мы начинаем это обжарить Вот сейчас Вот сейчас Начинается самое главное Вот сейчас начинается самое главное То есть, мы это обжарим Теперь Сейчас Вот, вот, вот Великолепно Умничка Надо давить Да, надо давить Да, я знаю, ты умеешь давить 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 Элечка умеет Здесь тоже есть масло Это масло нам тоже нужно Чуть-чуть Все Чуть-чуть Вот так Мы выливаем масло из тун Здесь масло смешанное Прямо С соком тунца Мы выливаем это масло Выжимаем и выливаем на томат Я так бы не понимаю С тунной это делали хорошо зарабатывающие Да, с тунной это делали кто Те, кто имели хороших клиентов Офицеров Американского То есть, как ты понимаешь Прямо все Это лучший вариант Да, это да Это были лакшери То есть, это Те, кто мог себе это позволить Вот этот перец Это просто Этот перец Не просто лакшери Это ядерный перец То есть, обязательно Мы знаем, что перец Повышает кровообращение Повышает давление И очень полезен для мужчин И об этом знали те люди Кто это готовил А именно путан Недаром Пастер честь Николана Вот я беру Нарезаю этот перчик Вот прямо Прямо не очищаю Прямо вот с косточком И мы его опять обжариваем Все Буквально две штучки Больше нам минуту Провансанская ляда Вот, умничка Теперь ты сказала заветное слово Прованс Так вот, существует еще одна версия Что некоторая женщина По имени Ивета Уроженка Прованса Да Все Я теперь добавляю вот сюда Вот это Обжариваем Все Теперь опять я теперь добавляю Вот так Теперь мы это разминание Делаем меньше огонь Чуть-чуть буквально Все Меньше огонь Буквально чуть-чуть И И добавляю Добавляю консервированные томаты Все Томаты в собственном соку Уже очищены Не знаю Нужно это что проявляется Вот Добавить Если да Можно немножечко Чуть-чуть подавить Буквально немножко Раздавить томаты Я приготовил Я приготовил томатный сок Томатный сок Для того чтобы Немножечко разбавить Это вот так Для того чтобы Это все покипело Вот и все Немного томатного сока А теперь сейчас идут Одни из самых главных Ингредиентов Сейчас У нас идут каперсы Конечно же Мы возьмем Вот такие вот Большие крупные каперсы Каперсы обычно Маринованные Они достаточно соленые То есть здесь Поэтому Именно в этом рецепте Не используется соль Вот мы взяли Мы взяли каперсы Мы каперсы вот так вот Нарубим Мы взяли каперсы Мы их нарубим Нет, значит этим соусом Можно тушиться Сейчас мы этот соус закончим С самыми главными ингредиентами И тогда Он будет совершенно уникальным Вот так А теперь Ребята То что составляет То что составляет Этот соус В основном Пользовали оливки каламат Вот они Оливки каламат Я же предпочитаю Использовать Несколько видов оливок И обязательно Пользую копченые оливки То есть вот эти оливки Они совершенно уникальные Они имеют совершенно Необыкновенный вкус Вот такие вот Копченые оливки Вот это вот смесь Различных Видите Сколько у них Различных оливок А это каламата Оливки каламат Все эти оливки Пожалуйста Мы должны это продегустировать Эти оливки Имеют копченый запах К сожалению Камера не может передать Копченый запах Совершенно потрясающе Я обограду Вы не верите Правда? Я обожаю сейчас Очень приятно Кстати, по-телочке Хотят просить Как изюм Скажи А какая разница Между оливками и маслинами? Между оливками И маслинами? Да Оливки черненькие Помнишь, как коньячка Это что, где, когда Какая разница Между оливками и маслинами? Я посовещаюсь с группой С группой, давай Мы посовещались и я решила Что маслины Это Вот это Оливки и удельненькие Не знаю Правильный вопрос Ответ Правильный ответ Дело в том, что Оливки и маслины Это одно и то же Слово маслины Существует только в русском языке От слова маслины Поэтому в русском языке Вот такие вот Черные вот такие вот Оливки Как во всем мире Оливс Их называли почему-то маслинами От слова маслины Потому что они были достаточно маслянистые Но в большем мире Аналогов не существует Это все оливки На вкус маслины На вкус как маслины Все, теперь мы Да, теперь мы Мы начинаем Мы начинаем резать Вот эти вот Оливки и маслины Начинаем их резать То есть это как бы Итальянская соль Ну если так Я от этого не додумался Но мысль Я смотрю на ингредиенты Маслины Оливки Аперсы Помидоры Я их все брать Но мысль хорошая Но мысль хорошая Ребята, вот это все Сейчас будет добавляться Все И мы начинаем вот так вот Вот так вот их резать Режать Потрясающе Смотрите, в крючатках Как четко Четко Не всегда Но я стараюсь Чтобы это было четко Потому что Правильно Это сценицы Пусть Получит меня Руки Да Ну, во-первых Все должно быть красиво Они должны быть видны То есть эти оливки Должны быть видны То есть поэтому Я их Вот так вот И режу Чтобы их было видно Они скользкие И выскальзывают Из руки Вот и все Мы уже готовы Толечка бросай туда Не жалейте Называется Не жалейте заварки А здесь Мы говорим о том Что Не жалейте оливок Не жалейте Это вкусно Вот так Альфонсик Можно бейзл Альфонсик